всем привет вы на канале twin китай мы продолжаем проходить талматурга мы встретили этого как-то там его зовут рафе ариэль да да поговорить с тобой нам надо ну давай говорите шо оттуда до сядь на конец а я хочу стоять и шо и что ты мне сделаешь как ты меня нашел зачем ты меня затрачиваешь для начала спросить почему курчика так прозвали у него хер позеленел от сифилиса и пупырышками покрылся как корнишон надеюсь он скоро поправится такое изобретательное укрытие выглядит не дурно азимате я видел бочку вести самогон гоните не у нас здесь собственный магазин широким ассортиментом я делаю все возможное чтобы этот ассортимент расходился быстрее не трать мое время попусту сложно кто же настучал мои решения закрыли этот путь я ухожу от ответа я ухожу от ответа подожди секунду да все нормально я ухожу я ушла коммерческая ты не надо пижон ты за всю жизнь и дня не проработал вот откуда вы это все знаете вот и вот откуда они там знают что он проработал что он не проработал я хребу чё типа если он одет по ну как побогаче я не знаю и из знатной семьи вроде как это значит что он не работает обязательно ну хз хз тем более работа это не всегда конкретно работа как работа знаешь как ты идешь на работу там какую-то условную где где ты работаешь собственно это ну блин чуть-чуть такой бесячий есть у меня один вопрос который хотелось бы скорее решить он сделал из глины весь раз кудов что она скучала бегать туда обратно по мосту кирбет за даже не буду притворяться будто вас понимаю големы плавать не умеет раз он за тобой вязался просто походи туда-сюда по мосту и забудь понятно почему сам не можешь с ним разобраться мне нужны знания кабалы то есть ваши знания мне кажется мне есть раз несколько причин отказать не так ли например гибель моего лучшего друга и делового напарника напарнице скорее это про неё до говорили недостаточно гордыни ты чё у меня достаточно я не знаю вниз не какое-то настроение такое нормальное или приподнятая блин искренне сочувствами насчет хавера он не заслужил такой участия но я и но и я голема не заслужил он был верным другом синики не на нем заживали молниеносно и когда мне твое сочувствие засунуть у меня нет времени реально оба знаем что помочь мне можете только вы расскажите хоть что-то полезное любите дальше измываться так ведь одну другому не мешает голем это обычный салютер который живет физической оболочки привлечь его или установить с ним связь можно точно так же как с любым другим если вам нужно распознать измен человека за которым он следует а затем одолеть его молодец так он ведь следует узаки разница в том что он следует в первую очередь за кровными узами только потом за изъяном сначала нужно отнять у голема физическую оболочку тела в котором включен салютер тебе также нужно выяснить где проводился обряд одолеять салютера можно только там мы вроде знаем голем необычный салютер у него есть материальная форма пока я не найду способ пробить его оболочку от него не избавиться ну да как мне избавиться от его глиной оболочки тебе это не подсел для этого нужен кобавист то есть я знаю заклинание для обряд беру ручу вот чё этот обряд помогает снять глаз очистить душу и тело спрятаться от нежеланного внимания но с чего бы мне тебе и мне снять его полагаю мне предстоит за это расплатиться то ли деньгами то ли ответной услугой то ли очередным унижением стала бодикуленту следует не только мой кровь но и мой изначальный изъян так дардыню изначальный сколько их у тебя у меня их много как из салютеров в ревуш ты тогда с ума сошел как угодно я знаю где призвали голема в подвале синагоги ножиков значит все про все таки получилось благодарю нам нужно отправиться в подвал синагоги где вы при помощи каббала избавитесь физической формы голема верно затем я его обыздаю свобожусь от проклятия не совсем голема я заберу себе графе поможет мне при условии когда все закончится говорим должен достаться ему ох ты блин зачем вам голем не твое дело вы хотите вместе довольно сундаментальный подход если задуматься еще одно слово будешь искать себе нового каббалиста да ладно давай согласимся у меня их и так уже просто много и хз зачем они мне еще не ну разве что чтобы развивать вот эти вот мои штучки и чё соглашаюсь ну я не знаю какие последствия были послепие отказала поэтому мне кажется так лучше как же как же волшебное слово не даю слово голем ваш если вы с ним управитесь другое дело об остальном можешь не волноваться да забирай да ради бога все иди секунду если я потеряю свой изначальный изъян связь с моим первым следутором тоже пропадет верно может да а может нет не знаю готов на своей шкуре узнать нет если конечно у тебя нет кучи родственников с изъянами я не хочу терять гордыню ты чё не гони для завершения обряда нужна кровь шульских кровь кого-то с изъяном если быть точным поскольку жертвовать своим изъяном я не намерен нужно выяснить если он сестриц о боже это слишком тяжелый выбор подожди а что я не знаю последствий мне плохо от этого я не хочу убирать свой и своего салютера потому что ним я пользуюсь чаще всего и он у меня самый сильный насколько я помню да ну в плане что что я не пользую чаще всего а сестра я не знаю через это будет она как бы не то ума тут и по сути этот изъян ты не нужен да если он у нее вообще есть я не знаю мне не хочется ее подставлять а вдруг я этим подставлю а вдруг что-то случится на и салютера и терять не хочу что мне делать блин да ладно плачу ну ладно плачу на самом деле потому что у меня класс тешится я уже дешево фига вот учу времени ладно хорошо у меня сестра близняшка мы не верим если у лидии зен такое чудесное как крепкое кровное родство если она тебе не безразличны колем необходимо обуздать ступай к сестре выясни если у нее зен да блин они мне вот эти вот ответы сейчас тыкают специально по нескольку раз чтоб я хорошенько это обдумал или чтоб у меня была паранойя извините ладно я приведу и сюда может без изъяны и будет лучше надо ей можно есть вариант и рассказать об этом я твою совесть лечить не собираюсь вот что ты расчетливый тост арте удалось что надо но еще не все блин я не знаю я надеюсь ничего не случится с ней или хотя бы будет вариант рассказать ей правду чтобы она сама решила если она скажет нет то чтобы меня тогда я уже откажусь я просто хочу чтобы у нее был выбор чтобы она мне высказала я не хочу решать за нее ну ёперс это а у меня есть сохранение что если я вот так возьму и просто вернусь нет ладно не буду так делать я не буду так делать сефер и ецира книготворение мне описаны религиозные каббалистические обряды книга отмечена сомнением ариэль признался себе что владел бы именами бога куда лучше не отдай его вера концы одним роковым вечером однако он быстро взял себя в руки когда почувствовал мое приближение три свечи стоит в самом центре комнаты вокруг свечей разбросаны слова протяжных раздумий о каббалистической природе стихий огонь воздух и вода дополнены землей составляющей судьи голема по крайней мере такова теория обряд заключается в том чтобы произнести нужную комбинацию имени бога и стихи которые дополняют голема каббала это не так уж сложно блин а если мне вообще но но как как же я обожаю когда происходит выбор и я такая начинаю просто половину игры ходить и сомневаться что я сделала не так но с другой стороны а зачем а какая разница ну мы посмотрим даже если что-то не так мышь я же не претендую на идеальное прохождение и на правильное и на лучшее ну короче я уже говорила об этом не один раз я в принципе не не претендую на какое-то супер правильное хорошее нормальное идеальное прохождение шума ему думаем насладись видом все насладился пошли что у меня по заданиям дождаться ответ понятно были на у меня до сих пор класс чешется прикинь я не знаю чё и и и и и и или где-то день о о о о смотри-ка смотри А, это ее магазин? Да, Шульский Шульская Ха, хорош Подбери Журнал «Модный приговор» июль 1904 года Главный материал июльского номера Дебаты известных варшавских портных Хаса и Малиновича о границах моды Когда экстравакантный наряд считается признаком творческого потенциала Кто свидетельствует об отсутствии вкуса? Мой очевидный ответ, носи что хочешь Абсолютно все равно, абсолютно что угодно Пофиг плюс Буквою Сейчас, Виктор, я занята Подожди, мы с ней об этом говорили уже Да, мы об этом с ней говорили, я точно знаю Нужно поговорить о големе, я знаю, как его установить Ты знаешь, что нужно делать? Рассказывай Мои решения, по какой причине закрыли этот путь? Ты знаешь, что такое изъян Что-то знакомое, папенька, мало что рассказывал мне о своих способностях Изъян это тайная печать, которая определяет поступки человека, иногда и всю его жизнь Он формируется в подсознании и неотделим от самых важных для нас вещей Да блин, нет, но я не хочу у нее это забирать Иногда это воспоминание о прошлой трагедии или некая одержимость Хотя Если бы я спросил тебя, что для тебя важнее всего в жизни, чтобы ты ответила Ты? Это был бы прикол Куда взялся этот вопрос? Ну, семья Ну, ты тоже, конечно А, теперь всерьез Ладно, прости, но работа сейчас превыше всего Мне нужно работать, причем усердно Я хочу, чтобы меня уважали за мою работу, а не тыкали в меня пальцами Так и будет Я не могу забрать это у тебя Я расглядел в лиге явные признаки изъяна, связанного с ее честолюбием Этого должно хватить Я узнал про проклятие голема все, что смог Осталось привести сестру на место обряд Да, рейлеров и будет нас ждать Единственное, неразвращенный вопрос Держать ли слово данное преступнику Не сомневаюсь, что в тебе определено что-то есть Хорошо, и спасибо тебе за честность И удачи Спасибо Я про людей, которые стоят у тебя на пути Спасибо Я выяснил, что ты с Вадиколема можно только там, где он появился на свет Призвали его в синагоге Откуда ты это знаешь? Меня туда привел бывший отцовский приказчик Хаят? А он откуда знал? Только не говорит, что он здесь как-то замешан Я скажу правду, да? Я думаю, что это правильно Потому что она взрослый человек Почему она заслуживает правды? Он уговорил прошлого Равина отправиться за отцом угольного Равина Он хотел отомстить за исчезновение человека по фамилии Хоровиц Это аптекарь? Получается, хаят обвиняется в убийстве? Ты мне доверяешь? Я тебе доверяю, я рада, что мы снова вместе Хоть и с тобой иногда нелегко Даже если это не всегда легко Ну, блин, я хочу, чтобы она Чтобы у меня был не попросить, а выбор Типа, ну, спросить Спросить, согласна ли она на вот это Объяснить, все Ты мне нужна Мы должны с этим покончить вместе Я... Какой у тебя серьезный тон Чем дело? Сегодня отцовское проклятие потеряет силу Но нам пора идти Мы собираемся в подвал под синагогой? Ариэль Рофенсер ждет Он, скажем так, заправляет всем этим процессом О, боже мой Я его знаю? Надеюсь, что нет Тебе с такими людьми не стоит водить знакомство Да ну Теперь мне даже любопытно Времени в обрез О, приключение Мне как будто снова 10 лет О, блин, ну нет Ну подожди, ты не можешь с ней так поступить Если ты прям не скажешь, что происходит И что она теряет или не теряет Хотя наверняка мы тоже не знаем Что к чему это приведет, да? Ну вы явно одни кроме, насколько я понимаю, мы почти готовы Или он помог тебя довезти Только что ушел И что, что? Господин Рофе, вот все, что мне удалось найти Свечи я расставил так, как вы просили А вы должно быть Лигия Шульская Мое почтение Мадемуазель, вы так побледнели С вами все в порядке, сударыня? Да, разумеется Виктор, кому-то из вас нужно принести жертву Кому именно решать тебе Вы меня достали! Если вы еще раз мне дадите Виктор, о чем он? Что происходит? Мне кажется, я не выдержу этого И просто Чтобы принимать Голема, нужен твой развитый изъян Почему твой, ты сказал? Я что, наживка? Я не очень грамотно сформулировал мысль Дело в том, что ты и твой изъян Единственная надежда заменить Ты врешь! Это не единственная Ты можешь! Я потеряю свой изъян? Он связан с истреблением Объяснениями, чисто любимыми амбициями Причем чрезмерными И да, ты его потеряешь Ладно Забирай изъян Да подожди! Можно спросить, почему ты так легко согласилась? Судя по твоему объяснению, изъян это несовершенство А я перфекционистка Хватит трепаться Все готово, пора приниматься за работу Как исправиться от физической формы голема? У меня есть один старый обряд, называется Берур Очищение Это заклинание позволяет изгнать демона из физической оболочки Обычно его применяют при одержимости Интересно Кстати, твой папаша это сильно насолил соферу Да, он это умел Этот обряд безопасный? Берур Просто доверься мне Так же, как я доверился тебе С сестрой ничего не случится Я здесь, господин Рафе Выглядит тебе поражительно Она не спрашивала Знаешь, она не спрашивала, как она выглядит Мы готовы? Это не я готова, это она готова Подожди Я скоро вернусь Дай поговорю Нет, ты не take care Про мою сестру Отвали от нее, пожалуйста Ладно, все, окей Нельзя с ней поговорить А, они тут типа разговаривали за секунду, да? Да, давай Да, давай Я просто надеюсь, что Что с ней все будет хорошо И что это не сильно повлияет на нее Ну, в конце концов Она ж не память теряет Он не придет? Терпение Не знаю Мне теперь как-то стыдно Что я просто взяла сестру Выставила Вместо себя Я так не хотела лишаться Своего Самого сильного изъяна Капец Он же тупо самый сильный у меня Больше веры Фельдман Вот тут и заклинаешь Ну Она вроде как не сильно против, да? Я не знаю Но она не знает о том, что это могла быть я Мне это не нравится Что нельзя было сказать правду Что ты можешь отдать или я могу И она такая скажет Ну хорошо, давай я И тогда ладно, давай ты Если он скажет Не, я не очень хочу лучше ты То да ладно, давай я Почему? За что мне такие выборы? Я забираю ее изъян Ты избавляешься от голема и маквиты Ого Ого Подожди Забрать изъян лиги И оставить голема себе Я возьму сразу два изъяна А, оставить голема Господи Каких изъян, Лер, ты что тупишь? Обмануть, перехватить Не, не, не Я не буду Забирай изъян Голема в смысле Ради бога Все, все твое Пока Давай Бери Забирай Ой Ты как? Она в порядке, да? Эээ Я сейчас перезагружусь Если что-то не так С ней все будет хорошо Все кончено Вы свободны Мне срочно Надо поговорить с ней Спасибо вам Отменяй религии Пошли, надо отвезти твои сестру домой Поймаю вам экипаж Я до сих пор не понимаю, почему некоторые фразы Ой, ты как? Ты как? Плохо, походу Почему некоторые фразы Зачем-то локализуют совершенно не так, как они говорятся Хотя в этом, ну, буквально ноль Логики Типа, ладно, если Не моя глина, не моя проблема Это Ачивка Пускай она не изменилась Ну, типа Я надеюсь, она в порядке Что произошло? Как я здесь оказалась? Не обещал не рассказывать, но тебя принес Рафе А че не ты? Он что-нибудь сказал? К чему ты спрашиваешь про Рафе? Господи, это просто так любопытно Мне не приходилось иметь дело с людьми вроде него Он красавчик, да Прекрати Это пока не важно, отдыхай А что насчет голему? По крайней мере, мы избавились от проклятия Сата не слова Рафе сдержал слова, и слова я оставил голему Теперь это чудище у него на службе? Я держал слово, такой у нас был уговор Может, стоило со мной посоветоваться сначала? Изъян, ты все-таки мой Но ты ведь согласилась Ну что, чем видел бы ты себя в зеркало? А, фух, ну хорошо, господи, не богу Подели все подробности меня этого вашего уговора? На другой раз поговорим Мне пора Вот, я пока полежу Ммм, она же точно в порядке, да? Отрывок текста Мы приумножим наше состояние Ваши деньги помогут мне построить мясную империю А вы сможете, наконец-то, забыть про работу А что еще? Дневник лиги И Виктор вернулся С одной стороны, мне хочется плакать от счастья С другой, брат очень изменился Мне трудно разглядеть в нем мальчика, которым он был когда-то Я помню наш 12-й день рождения Последний, который мы провели вместе Отец, мама, Виктор и я Нас возили на карусели Потом в кондитерскую Пани-ягоды Мы с Виктором пинали друг друга под столом И дрались за самые вкусные пирожные Я помню его смех Как же он смеялся Всем своим существом Да так, что щеки дрожали Родители ели один от двоих пончик со сливами И выглядели почти счастливыми Я тогда подумала, что Быть может, все будет хорошо Что мы станем настоящей семьей И что не будет больше криков, секретов Ужасного времени ожиданий Увы, я ошибалась Сначала ушла мама Потом Виктор А теперь отец Все уходят Интересно, как скоро брат покинет меня снова О, ну, боже, это так грустно Аккуратно сложное письмо Уважаемая госпожа Шульская Буду с вами честен Вы не первая моя кандидатура Красоты вы не выделяетесь Беспокойство вызывает также Ваша излишняя независимость И склонность к ношению брюк А столь присущее вам недовольное выражение лица Делает ваши брови похожими На двух разъяренных барсуков Кроме того, вы умны Что в женщине Не предвещает ничего хорошего Мы оба осознаем Что в совместной жизни Вы будете источником Постоянных хлопот и головной боли Тем не менее Готов предложить вам Стать моей женой Полагаю При вышеупомянутых обстоятельствах Мое предложение Более чем великодушно Прошу его рассмотреть Игнаций Вакульский Игнаций Вакульский Ты можешь пойти В одно место Вот, что я тебе скажу Совершенно дикий Совершенно Абсолютно Чел, ты обосрался Проснись Тут что? А, тут спать Я не хочу спать Я хочу сохраниться Но я хочу сохраниться Не на тот слот Который у меня Сейв 16 А, это Когда? Ну, не сегодня, короче 6 Давай я Подожди Если я перезапишу Свой сейв А, ну и этот Перезапишет, да Я сделаю квик А вы что тут делаете? Извините Вы кто? Эм Кто вы? Что вы? Кто это? А, это ты Это ты Пан Шульский К вам юная паня с визитом Я потом чем гостиной Познакоми я с Лигей Они должны познакомиться Не стоит Я ненадолго Ванда Ее зовут Господи Наконец Красивый дом Чашка чаю Присунка Вот наступит революция И все это исчезнет Он что-нибудь сказал? Юная паня Насыщенный визит По-моему Она что-то другое сказала Но я не знаю Я не уверена Как будто бы конец услышала Спасибо, Ванда Рада помочь Мне пора Михаилу ждет Еще раз благодарю Вы меня очень выручили Знаю Увидимся Блин, познакомьте Есть ли геи, пожалуйста Юная суда Она нас еще навестит? Вот именно Что это была не та реплика Надеюсь Новая запись? Где у тебя Блин, новая запись там Что у меня по заданиям? У меня А, ну Вот одно задание Так Дайте пройти Загадочный лекарь Я иду с тобой встречаться Загадочный лекарь Это хорошо Я хочу Что это? У меня на столе лежит Какая-то странная штука Которую я сюда даже не ложила И это меня немножко смущает Что это такое вообще? Не спрашивайте, почему я занимаюсь этим сейчас Она меня просто раздражает Я не люблю, когда мне мозолит в глазах Какая-то фигня Дойду сюда Ванда, блин, Ванда Я хочу больше контента с Вандой и Лидией Серьезно Ну что тут у нас Загадочный лекарь Давай Что, прям ждать должна? Я хочу походить Угу Ну да Ты кто, дед? О боже Слишком высокая гордыня У меня она то низкая, то высокая Вы определитесь Добро пожаловать Нейтрально Я не привык к такому вниманию других Обычно они сразу влезают ко мне в голову Мне кажется, это неприлично Сначала полагается представиться Эмир Бурнакович Полгей Вы один? Я с ними разобрался О боже Хорошо Спасибо за луковицу Спасибо за вилку Приглашение сложно проигнорировать, если это волшебная надпись на луковице Чем могу служить? Что такое Фалдей? Мы, татары, так зовем Тауматургов Я целитель, предсказатель и врач На что жалуетесь вы? Я еще черный гримор После гибели отца он пропал Зачем вам еще одна книга заклинаний? Ну, по факту он мне по праву принадлежит Ну, типа, просто Просто факт Это даже не гордыня, это факт Зачем тут стоит гордыня, если это факт? Я не понимаю Он принадлежит мне Я не собираюсь ни перед кем оправдываться Понимаю Вы весь в отце Такой же непреклонный Станислав говорил, что иногда вас переполняет гордыня Ближе к делу Как угодно Не будем ходить вокруг да около О, шо у тебя тут? Шо это за карга? Здесь мы можем поговорить на чистоту и никуда не торопиться Но учтите, ложь вам с рук не сойдет Да, ради бог Кто сказал вам, что черный гримуар у меня? Мое внимание к вам привлек Иван Конечкин Я так и думал Он давно убивался за Станислава И Станислава вам хотела сказать Чтоб вы видать побольше про его соратников Про нас Гримуар Мое терпение на исходе Софер мертв, остались только вы В последний раз потребовать А дайте мне гримуар В последний раз прошу Станислав говорил, что вы сильно хворали И едва не лишились рассудка Как вам удалось все это преодолеть? Ой, блин, а слушай А я не согласна Я не хочу ему говорить Хотя, с другой стороны А что тогда? А почему нет? Про диагноз я не спрашивала Этот ваш Фалдей Чем он вам помог? Добрым словом и молитвой Мне казалось, вы не верующий Вы ему доверяете? Да, мои решения закрыли Утаить правду Сказать, что он не вызывает у вас подострение На самом деле, он вызывает у меня подозрение Мое доверие завоевать непросто Ваш Фалдей тоже Тауматург? Может быть Может быть и нет Вы знаете других Тауматургов из Варшавы? Почему? Оно мне дает вот это вот Зачем? У этого есть какая-то цель? Значит ли это, что эти ответы будут более Неправильные А Больше повлияют На сюжет в хорошую для меня сторону Типа, чем правда Потому что Знать или не знать человека Понятие абстрактное Довольно Черного гримуара у меня нет и никогда не было Талант у вас есть Пользоваться вы им умеете Ну, но ведь вы ничего у меня не выведали Ваше сопротивление рассказало мне не меньше, чем могли бы ваши ответы Это вопрос опыта Я хочу возродить союз С вашим участием Зачем вы хотите его возродить? Лучше я объясню, зачем вам этого хотеть Это позволит нам по-настоящему влиять на мир, не выходя из тени Весьма удобно Полагаю, теперь я вас заинтересовал Звучит заманчиво, я подумаю А больше мне пока что не прошу Последуйте моему совету Выйдя отсюда, отправляйтесь к тому, кто вас исцелил Я чувствую, что у него много тайн Я тоже так думаю Как у всех у нас, не так ли? Да, но его тайны могут быть опасны, особенно для наших планов Берегитесь Я, подожди, ты мне сначала объясни, давай, что именно ты хочешь Что у тебя значит управлять миром, что ты с ним хочешь сделать Ты хочешь сделать его лучше каким-то образом Или ты хочешь его загрести себе под руку или что-то от него хочешь От меня, что ты хочешь Потому что если, например, сделать лучше, то это еще куда не шло Ну, например Но Распутину я тоже не доверяю Поэтому тут 50 на 50 ХЗ даже Кто хуже Из двух зол выбирать или что? Я в шоке, а давай Мне надо с ним поговорить Но я уже серии, наверное, 3-4 говорю о том, что Может, уже больше О том, что Распутин что-то темнит И я, конечно, вроде как с ним и кентачу Вроде как я с ним и общаюсь нормально, да И он мне помогает, но Ну, не знаю Ну, не знаю Он меня напрягает чем-то Не то чтобы прям супер-мега-сильно, но напрягает А я тут была? Да А что он тут делает, Распутин-то? Он у моего отца в этом? Почему? Сейчас, как окажется, что мой гримуар Подожди, а у кого гримуар твоего отца, если не у этого чела? Прикинь, ну, Распутина Хотя, как бы он его достал, я хз Вообще без понятия И зачем он ему тоже? Книгу мне верните кто-нибудь? Всю игру за ней бегаю Он тоже Талматург, да? Что вы здесь делаете? Я знаю, что вы с Кириллом не ладите Че? Мы поэтому здесь, да? Вы не ответили на мой вопрос Что вы здесь делаете? Мы на грани двух миров Среди людского праха Именно здесь следует размышлять о будущем Твой отец считал себя поляком Твоя мать была русской Сам ты вырос во Франции? И ты grew up in France Кто ты такой, Виктор? Кто такой, почем? Типа, по-по-по-по-расе Я не знаю, по... По профессии, по чем Я Талматург Я согласен, что определяет Наша сущность, а не место Где мы появились на свет И какие же сущности у этих остальных? Все эти люди Вы собрали их, то есть и нас Не случайно У каждого есть своя цель Все мы лишь в точке на чьей-то дороге И иногда наши дороги идут в одном направлении Моя дорога направляется ко двору Николая Романова Я должен спасти цесаревича Потому что без него у нас нет будущего Я могу ему помочь Ты мне веришь? Я был бы рад вам довериться Да, вы мне помогаете И я у вас в долгу Но у меня есть некоторые сомнения Как же мне их развеять? Опа Почему вы ходите в собор Святой Марии и Магдалины? Я там молюсь Но показал мне его Лазарев Он верит в мою миссию По его словам, уператрица иногда приходит в этот собор Кирилл с этим как-то связан? Откуда ты его знаешь? Я тоже ходил в церковь помолиться Нет, он здесь ни при чем Что тебя тревожит? Мне кажется, вы знаете то, о чем я вам не говорил Я не помню, о чем ты рассказываешь мне осознанно А о чем во время наших с тобой сеансов Мне просто доверять человеку, который лезет к тебе в голову И говорит там непонятно что Рад же тебя, это не волновало Ты ведь сам меня пригласил, помнишь? Открыл мне свой разум Но тут правда, тут факт, конечно Я же говорил тебе, что сам еще не осознал свою силу Это дар, и я помогаю только тем, кто в меня верит Теперь-то ты веришь? Некоторые люди придерживаются довольно нелестного мнения о вас Им кажется, вы можете быть опасны Что за люди? Ты их знаешь? У каждого есть свое мнение о тебе, о других-то Уматургах, евреях, женщинах, индейцах Даже о самом Христе К чему это сейчас было? Я вообще не поняла некоторых Что ж такого обо мне услышал, что сразу испугался Тебе про мою жену рассказали, мол, я ее бросил ради орги и перо А ведь ты мог спросить у меня напрямую Да я вообще об этом не думала, чел, отвали Тебе рассказали о моей развратной жизни Я вот никого не осуждаю за то, с кем они спят и как часто Что еще тебе рассказали и кто? Может, агент петербургской охранки? Или ты прочитал что-то в газетах, которые выпускают под строгой царской цензурой? Ага, смотри А если Алексей Розманов быстро Привет Романов Господи, Розманов, кто такой? Ну, очень заманчиво, но как мы добьемся столь амбициозной цели? Вместе, Виктор, вместе Но всему свое время Просто поверь, что мы справимся Веришь ли ты, Виктор? Я не... Мне нужно время Мне больно, Виктор И это после всего, что я для тебя сделал Это ты что, манипулируешь сейчас? Возвращайся, когда будешь готов Потому что назад дороги уже не будет Понятно Но я не могу сразу сходу сказать да Потому что че? А я грибу Я не собираюсь и тому челу сходу верить Которого лекарь вот этот Потому что мы его впервые увидели Вообще чел такой пришел Че-то начал свои вопросы тыкать А потом такой Нам надо возродить вот это вот все И че? И че ты думаешь? Я сейчас такая А, да, давай Мы знакомые Полминуты Я сейчас... Мы сейчас все сделаем Давай Нет Такого не будет Я думаю, давайте на этом закончим И пишите свои предположения Кого из них, если встанет выбор, выбирать И верить ли Распутину Потому что, ну, я не знаю Ну, 50 на 50 И я никому из них сильно не верю Но... Короче, ладно Посмотрим, что будет дальше Спасибо вам, Танчета, за просмотры Не забудьте подписаться на канал На инстаграм, на твиче Так же ставьте лайки Оставляйте комментарии Кликайте на колокольчик Всем отличного настроения И до встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok